Добрый день. Леонид Ермольник дал интервью ТАСС, после которого наши светлолики обвинили его во всяческих идеологических грехах. Среди комментов там типа такой, наверное, свой театр хочет. Короче говоря, о втрактовке людей с хорошими лицами он поддержал войну. Я Ермольника знаю с конца 80-х. Он всегда был очень независимый, порядочный, честный человек с понятиями. И более того, свое мнение, когда у него спрашивали, излагал всегда четко. И я не вижу, чтобы он как-то менял свои позиции. Да, он в свое время поддерживал Прохорова в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Они друзья. Да, он дружит с Андреем Вадимовичем Макаревичем. И дело в том, что тот же Макаревич, он в отличие от Владимира Ильича Ленина, столетия которого на днях отмечалось, он не рвет лично, когда рвет политически. Ленин говорил, что если я рву политически, я рву и лично. Макаревич до сих пор дружит со своим одноклассником и сооснователем группы «Машин и Времени», первым барабанщиком команды Юрием Борзовым, который абсолютный ватник по своим убеждениям. Более того, они достаточно часто полемизируют в соцсетях по этому поводу. Тем не менее, это не мешает им оставаться друзьями. То же самое и с Леонидом Ермольником. Что касается позиций Леонида по тому же Крыму, я оставлю здесь отрывок из ток-шоу 2016 года. А потом, чтобы два раза не вставать, пару фрагментов моих бесед с ним, не имеющих отношения к политике и рассуждалки Андрея Вадимовича Макаревича в проекте «Важная персона». По поводу груши. Ну, вы поймёте, о чём речь, что это за груша. Мольник публично поддержал войну против Украины. В интервью государственному агентству ТАСС актёр рассказал, что, цитата, «всё, что было связано с первой реакцией на начало, называемой, как он говорит, спецоперации, была эмоциональной реакцией». Давайте послушаем, что он сказал. Но время показывает, всё, что происходит, происходит по правильным законам, для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя. Опять-таки, возвращаясь к мастеру и Маргарете, всю жизнь же происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы. Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света, потому что нельзя вычёркивать из истории те страницы, которые забыть невозможно. Летом прошлого года Леонид Ермольник в интервью УНК рассказал, что хотел бы скорейшего окончания военных действий в Украине, потому что не может, цитата, назвать свою жизнь нормальной, пока они, боевые действия продолжаются. Кстати, свои школьные годы артист Ермольник провёл во Львове. Вообще, артист снимался ещё и у многих великих режиссёров, в том числе в очень важных фильмах, которые много говорят о войнах, о человеческих трагедиях. Вот, например, снялся он как-то и в эпохальном проекте Алексея Германа «Трудно быть богом» по произведению знаменитого братья Стругацких. Там как раз рассказано про тёмные времена безвластия и тотального насилия. И как люди, каждый делает выбор поступать, как в этой ситуации, как поступать. Точнее, вот в данном случае земляне это делали. И вот Ермольник там сыграл донору Маты, который пытается исправить положение дел в королевстве, но тщетно. И забыл, видимо, Ермольник цитатой своего главного, наверное, фильма в карьере. «Там, где торжествует серость, в классе всегда приходят чёрные. Умные нам не надобные, надобные верные». Ну и так далее. Про рабов очень много пишут братья Стругацкие. Про это же снят фильм Алексея Германа, где сыграл артист Ермоль. «Я больше всего люблю играть на стационаре, если честно. Потому что, если хочется поехать в Америку, можно сесть в самолёт, полететь». «У тебя же Людмила, да, сестра у тебя, по-моему, в Нью-Йорке, да?» «Да, у меня и Людмила, и мама очень много лет, и у меня очень много друзей. И я там много раз бывал, и я не очень люблю ездить туда на гастроли, там особый зритель». «Зритель абсолютно, абсолютно. Когда-то в 88-м году мы поехали, это были первые гастроли драматических артистов в Америке. Нас пригласил Вадим Муллерман, он уже антрепризой занимался, такое приглашение. Саша Абдулов, Макаревич и я. Мы объездили все штаты, у нас было 20 концертов. Мы получали по 300 долларов каждый за концерт. По тем временам это, ты не представляешь, немыслимый день. Но я не для этого это рассказываю. Не все концерты состоялись, не везде собрались наши эмигрантские круги. Концерты были в синагогах, в каких-то кибуцах, в общем, в 5 часов вечера. Я никогда не забуду концерт, на котором сидело человек 12 в зале, в большом такой школьном зале, часов 5 вечера в Квинсе. И я вышел, поздоровался, всех представил, сказал, что мы рады, мы счастливы. Ну как, работать надо, мы же не просто так, и люди пришли. Вот. И что-то я там посмешил их вначале, как бы, как это называется, на разогреве, да. Потом, в следующем, я представил Сашу Абдулову. Саша Абдулов такой весь политически выдержанный, про театр Ленком, рассказал про себя, что-то там, и представил Андрюшку. Андрюшка шел в середине. Макаревич, Макаревич. А Макар просто с акустикой, да? Макар, да, с акустикой вышел и пел песню. На третьей песне пожилая женщина, сидя с ребенком на руках, она сказала, Андрей, скажите, а что-нибудь новенькое у вас есть? После этого надо было видеть Макара. Он встал, абсолютно подкосившись, и просто тупо, тихо ушел за кулисы. После чего вышел я. Я должен был в конце, я же под Томинки, Жванецкого читал, ну, смешное в конце. Я вышел, тоже шокированный этим заявлением, оно такое было бесцеремонное, хамское. Такое ощущение, что мы приехали к ней на кухню. В общем, это и выглядело, 9 человек. Я говорю, простите, пожалуйста, сколько стоил билет на наше выступление? Между прочим, 9,5 долларов. Ну, что-то такое сказать. Я говорю, хорошо. И при том, что у нас денег особо. Я раздал всем 9 человекам по 10 долларов, и концерт на этом закончится. Вы слышали, это так на тебя похоже? Я помню, он это немножечко может быть так в сторону. Я помню все время какие-то ресторанные, ну, в начале 90-х, когда кооперативные эти рестораны появились, когда все собирались рассчитываться, потом выяснилось, что Ермольник за всех заплатил, там, перед этим свалив, это такая была... Это я люблю и даже горжусь этим, потому что сейчас вот, когда вспоминали, много было программ про Муслима Магомаева, которого мы все обожаем. И одна из историй, которые несколько раз в разных эфирах повторяли, что он никогда никому не давал рассчитываться. Когда он шел с друзьями, это большое счастье, когда ты идешь с друзьями, и когда тебе в радости, и у тебя есть эти деньги. Собственно говоря, для этого ты работаешь и живешь. Для того, чтобы именно делать эти красивые, не красивые, а правильные жесты. Ну, сейчас к тому, что на колбасу у Ермольников всегда было. У нас не только на колбасу. Мы зарабатывали тогда с Сашей, мы зарабатывали, если симметрично смотрим, мы зарабатывали много больше, чем я зарабатываю сегодня, хотя сегодня там, скажем, ставка за мой съемочный день, за один, больше раз в 10, чем раньше получал за целый фильм. Ну, просто деньги изменились, покупательная способность денег изменилась, и так далее, и так далее. Ну да, это и да. Ну ладно, бог с ним, с материальным. Это не важно, у нас же мы не... И здесь ногой, блядь! Сейчас у нас последний этап, у нас еще одна традиция, кроме кошек появилась. У нас эфир закончился, ты хочешь со мной в карте? Мы потом после... На деньги? Обязательно с тобой только на деньги. Здесь четыре фишки разных цветов. Ты вытаскиваешь фишку, потом выбираешь вопрос, вот. Это как-то собьет пафос нашей беседы. У нас пафос, по-моему, не было, мы очень... Я прям проникся, я почувствовал, я почувствовал, как... Чувствую, что сидишь с богом разговариваю, да? Я понял, как трудно быть эрмотником. Сейчас я тогда сяду, я тогда как-то эффектно сяду, да-да. Вот, а... Вот так, вот так. Значит, четыре цвета. Так, нет, ты здесь остаешься. Тебя мы не берем. Голубой, желтый, красный, белый. У меня ощущение, что ты эту кошечку пристраиваешь уже года два, на тебя привыкла. Нет, я увидел, а вот за, там, 30 секунд... Она сидит возле тебя, как у родного человека. Удивительное дело, это энергетика называется. У нее или у тебя? У меня, у меня, конечно. Так. Абсолютно бескомплексный человек, абсолютно у меня, конечно. Я щуки, тоже щукинская школа, я должен же тоже изображать что-то. Что я должен достать? Фишку, фишечку одну. Одну, да, для начала, показывай, какого цвета она. Она желтого цвета, это называется откровенный, по-моему, вопрос, или неудобный. Сейчас любую желтую карточку берешь, переворачиваешь и не читаешь вопрос. Вообще, самое смешное, я должен сказать, что Додалев нашел с кем играть в эту игру, я сейчас признаюсь, я дальтоник. Так, давай я вытащу желтую. Нет, ну я вижу, что это ближе всего, вот тогда. Да, ну вот вытаскивать, да, тогда. Ты знаешь, я вообще считаю, что очень много голубых карт. А это сейчас, это модно. А, модно, да. Конечно, конечно, ты же в отрасли. Я думаю, что на вашем канале это не модно. Давай. Так. Ну что, какой бы? Ну вот давай вот эту хотя бы, да. Что? Ну ты зачитать можешь вопрос, или ты хочешь, чтобы я это сделал? Это не ловкий вопрос. Все-таки я правильно сделал, чтобы взял вторые очки. Это у меня, чтобы вдаль. Да. А это, чтобы деньги пересчитывать и читать твои записи. Игру, правда, да, звучит. Неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле в кино? Конечно. Конечно. Конечно? Конечно, случалось. И не раз. Угу. Здесь даже вопрос поставленный. Случалось ли вы бывать на спектаклях или кино, в которых удобнее поспать, чем посмотреть? Я уверен, что на «Трудно быть богом» никто не заснет. Несмотря на то, что это трехчасовая лента. Следующий вопрос, их всего три будет. А, я думал, что ты что-то будешь доставать. Нет, зачем мне? Голубенькая. Голубенькая. Это вопрос на подумать. Вот про голубенькое, да. Возьмусь отсюда. Так. Вопрос на подумать. Вам иногда кажется, что вы умнее большинства ваших друзей? Ну, честно только. Честно, если мы говорим о друзьях, то нет. А, ты ушел. Я по этому принципу подбираю друзей. Очень дипломатично. Не дипломатично, но это действительно так. Так, ну, последний. Последний. Нет, там еще есть звон. Красный. Это красный? Да. Вот этот, да? Хорошо. Откровенный вопрос. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Про партнера можешь понимать кого угодно, а не обязательно Ксенина. Ты знаешь, я не совсем понимаю вас. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Просто если это партнер, то значит он должен зарабатывать столько, сколько я. Значит я плохо делюсь с партнером. Это партнер по жизни. То есть я думаю, что на самом деле здесь... Ну что, это имеется в виду муж или жена? Да, боюсь, что да, это французские. Да я всю жизнь ругаюсь с женой, что она вообще что-то зарабатывает. Это ответ мужчины. Это ответ человека, который знает, как трудно быть мужчиной. А как трудно быть богом, он уже... Там ещё есть. Там нет, там все четыре, я их кладу туда-обратно. Опять жёлтый вопрос. Всё, только быстро, потому что у нас... Неловко. На каком документе вы подделывали подпись начальника? То есть Германа. Ни на каких, только я подписывал только... Я в дневнике только... Всё, ты ответил на все вопросы, которые я хотел... Я ещё хочу. Приходи ещё, а мы делаем вывод, что... С правдой лучше не играть. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. ...восприятие каждого человека. Вот у тебя есть товарищ. Ты с ним совпадаешь во многом, да? Вот, например, ты с ним любишь пиво. И ты с ним любишь колбасу. Тогда ты почему-то уверен, что он должен вместе с тобой любить и груши. Это жестокое заблуждение. А грушу он ненавидит. Поэтому ты будешь есть грушу, а он будет есть колбасу. И это называется толерантность, понимаешь? Но тебе же очень хочется, чтобы он с тобой ел груши. Ты знаешь, какая она вкусная? А он дурак, не понимает. Вот тут возникает сожаление. Ну, это субъективные вещи, но мы же люди. Субтитры подогнал «Симон»